SCP-2703 Для приятного времяпровождения Объект номер SCP-2703 Класс объекта Евклид Особое словесодержание Для обнаружения экземпляров SCP-2703 были сформированы мобильные оперативные группы ZT-1601, 02 и 03 Мальчики-газетчики, детали машин, запретительный приказ Соответственно, МОК ZT-1601 производит изъятие всех газет, в которых содержатся экземпляры SCP-2703 Газеты должны передаваться на хранение в архив документов уровня 2 в зоне 98 МОК ZT-1602 занимается поиском и удалением экземпляров SCP на рекламных веб-сайт Доступ к сайтам, на котором экземпляры SCP-2703 появляются регулярно должен быть заблокирован для всех крупнейших мировых провайдеров МОК ZT-1603 удаляет экземпляры SCP-2703 с дверей общественных туалетов Места регулярного появления экземпляров SCP-2703 должны быть куплены через подставные компании-фонды и обозначены как временная зона 98Х Гражданские лица, контактировавшие с SCP-2703 должны быть обработаны амнезиаком класса С Для проведения эксперимента следует использовать принадлежащие фонду рестораны в городе Манчестер Обновленные данные С 2017-го МОК ZT-1601 и 02 были расформированы МОК ZT-1603 занимается удалением экземпляров SCP-2703 с дверей женских общественных туалетов Описание SCP-2703 Это сообщение рекламного характера Если хотите приятно провести время, позвоните по номеру 092-791-697-518-6 которое появляется в газетах, на веб-сайтах рекламных объявлений и на дверях общественных туалетов в городе Манчестер Соединенное Королевство Если человек, далее субъект, позвонит по указанному номеру с телефона любого вида после прочтения SCP-2703 Через промежуток времени от 2 до 5 часов рядом с ним, обычно на расстоянии до 3 метров, появляется аномальное существо Далее обозначаемо как SCP-2703-1 Это событие происходит только в том случае, если субъект прочитал оригинальный SCP-2703 и понял его буквальный смысл Копии и фотографии экземпляров SCP-2703 не обладают аномальными свойствами SCP-2703-1 это трехногое пальцеходящее животное ростом 1.77 метров Похожее на птицу вида буба-буба, обыкновенный филин, с длинными козлиными рогами и зайчьими ушами На спине SCP-2703-1 растут 5 щупальцевидных придатков изменяющейся длины Придатки имеют различный цвет, красный, розовый, желтый, синий, зеленый И безопасны для употребления в пищу человеком Тестирование показало, что уровень серотонина и дофамина в крови субъектов, употреблявших пищу к куске щупалец SCP-2703-1, значительно повышается SCP-2703-1 может бегло говорить на любом языке, но будет разговаривать исключительно с субъектом SCP-2703-1 предпочитает общаться с помощью песен, исполняемых Метцо Сопрано Но переходит на обычную манеру речи, если его об этом попросить SCP-2703-1 именует себя как Графиня Фалаская, Герцогиня Фатимская и Маркиза Дисперийская Но откликается на любое имя Единственной очевидной целью SCP-2703-1 является развлечение субъекта посредством организации культурного досуга Например, посещение театральных представлений SCP-2703-1 может телепортировать себя и субъекта в любое место, которое назовет субъект Перенос возможен только в театры, кинотеатры, рестораны и пабы Через 24 часа SCP-2703-1 исчезает, исполняя перед этим песню продолжительностью 50 секунд, похожую на оперную арию, в которой она выказывает благодарность субъекту Однако, если субъект вежливо попросит оставить у раньше указанного выше срока, SCP-2703-1 исполнит песню продолжительностью 20 секунд, после чего исчезнет Приложение 2703-1 Выдержки из протоколов экспериментов 2703-11А, 3.D Протокол эксперимента 2703-11А, 2017 Субъекта D-6053, мужчина 39 лет, SCP-2703-1 Фотоэксперимента D-6053 осведомлен о природе SCP-2703-1 Согласно приказу, D-6053 должен был попросить SCP-2703-1 перенести его в ресторан «Удалено», принадлежащий фонду Место проведения эксперимента было очищено от посторонних лиц Результаты D-6053 и SCP-2703-1 в течение одного часа беседовали на различные темы, например, о судьбе и смысле любви D-6053 заказал жареную говядину, а SCP-2703-1 – 2 кг сырого тунца D-6053 было приказано вежливо попросить существо оставить его После исчезновения SCP-2703-1 в кассовом аппарате было обнаружено 290 фунтов и 27 песов Анализ Способность SCP-2703-1 к материализации денег до эксперимента 2703-11А была неизвестна В ходе предыдущих экспериментов оно и не пользовалось Требуется дополнительное тестирование Доктор Протокол эксперимента 2703-11-B Субъекты D-60175 Мужчина 27 лет SCP-2703-1 Ход эксперимента Целью эксперимента было определение обстоятельств, при которых SCP-2703-1 материализует деньги Условия проведения те же, что и в предыдущем эксперименте Результаты Несмотря на то, что D-6175 было известно о том, как выглядит SCP-2703-1, он закричал от ужаса, когда существо появилось перед ним SCP-2703-1 исчезло через небольшой промежуток времени Эксперимент был прерван Анализ Было замечено, что SCP-2703-1 выглядел очень печальным в момент исчезновения Следует привлекать менее впечатлительных сотрудников для проведения экспериментов Доктор Протокол эксперимента 2703-11-C Ход эксперимента Д-6342 мужчина 46 лет SCP-2703-1 Ход эксперимента Д-6342 был осведомлен о природе SCP-2703-1, кроме того, ему приказали не кричать при появлении существа Условия проведения те же, что и в предыдущем эксперименте Результаты SCP-2703-1 появился спустя 7 часов, вместо обычных 2-5 SCP-2703-1 говорила монотонным голосом и отказалась что-либо есть Через 25 минут SCP-2703-1 исчезла без всякого предупреждения Анализ SCP-2703 вело себя совершенно равнодушно ко всему в ходе эксперимента Я не совсем уверен, но мне кажется, что у него депрессия Доктор Протокол эксперимента 2703-11-D Субъекты D-6471, женщина 26 лет SCP-2703-1 Ход эксперимента Условия проведения те же, что и в предыдущем эксперименте Результаты SCP-2703-1 беседовала с D-6471 на различные темы Пела ей песни Заказала 10 кг кошачьего мяса Когда D-6471 согласно приказу вежливо сказала существу оставить ее SCP-2703-1 попросила D-6471 обнять его D-6471 дали разрешение обнять существо После исчезновения D-2703-1 в кассовом аппарате было обнаружено 10 тысяч фунтов Анализ SCP-2703-1, по-видимому, полностью оправилась от депрессии Следует отметить, что в ходе эксперимента 2703-11-E SCP всегда демонстрировала подобное поведение при взаимодействии с субъектами женского пола Доктор Приложение Текущий статус SCP-2703 После событий, описанных в протоколе эксперимента 2703-11-D случаи появления SCP-2703 участились Однако новые SCP-2703 в настоящее время возникают исключительно на дверях общественных женских туалетов И активация аномалии происходит только в том случае, если субъектом будет женщина Записи В ходе эксперимента 2703-05C Существо предложило подопытному D-3590 откусить кусочек его синего щупальца Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»